Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей. То есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи из интересной книги». Сегодня у нас в гостях Брэд Стоун с книгой «The Everything Store» Джефф Безос и Эра Амазон. Тот случай, когда про автора по сравнению с главным героем книги особо и не расскажешь ничего. Брэд Стоун – журналист, автор колонки в New York Times и автор трех книг. В 2003 он писал про робототехнику, в 2017 опубликовал книгу «Выскочки, как Uber и Airbnb меняют мир», а между ними в 2013 году впервые разобрал по косточкам Безоса. Год издания оригинальной версии книги – 2013. Русскоязычное издание увидело свет впервые в 2014, потом переиздавалось, по-моему, в 2016. Украиноязычное издание первый раз появилось в 2017 году. Те, кто слушает подкаст не первый раз, знают, что примерно в этом месте должен раздаться звук наливающегося в бокал вина, а я в течение всего дальнейшего обзора буду плямкать и причмокивать. Есть у меня слабость выпивать хорошего вина вместе с неплохой книгой. Но сегодня хорошего вина не случилось, а быть несчастливым с молодой Италией из прошлого подкаста уже нет никаких сил. Поэтому раннее зимнее утро, плямкать все равно буду, 12 декабря, открыть окно, пить капучино, закутавшись в шарф. Вернемся к книге. Она интересна тем, что когда была написана в 2013, Безос занимал 19 место в рейтинге самых богатых людей мира. А сегодня, когда мы с вами разбираем ее на 10 фактов и 3 задачи, он возглавляет этот список. Получается, что за 6 лет было пройдено 18 позиций списка самых богатых людей мира. И это не те 18 позиций, которые отделяют 2056 место от места чуть-чуть повыше. А, в общем-то, вершина. Получается, что вещи, которые Безос считал правильными и важными, они сделали его успешным. Текущее состояние, по-моему, 165 миллиардов. Ну, в общем, точно больше 150 миллиардов. Там, знаете ли, не уследить уже за этой кучей денег. Что помогло Безосу и что вывело на вершину мирового рейтинга? Давайте разбираться. Значит, критическое восприятие нововведений. Вообще, нужно сказать, что Amazon, он был создан в конце 1994 года во время такого себе путешествия Безоса, который на тот момент уже уволился с... Он работал на Уолл-стрит, достаточно высокие должности занимал, но в какой-то момент решил, что он хочет делать свой стартап. Это был 1994 год. И вот он начал путешествовать и придумал Amazon. Это интернет-магазин, который должен был торговать книгами, по большей части бэушными. То есть вы почитали книгу и, в общем-то, хотите ее продать, вы ее отправляете в Amazon, и Amazon ее продает. На тот момент он потратил на эту идею 300 тысяч долларов и запустил сайт в 1995 году. То есть в следующем году мы будем праздновать 25-летие проекта Amazon.com. К тому моменту, когда он запустил его, сайт не был там закончен, можно было заказывать, это известная история про то, что можно было заказать отрицательное количество книг, в общем, там была куча багов и недопилов, но уже с тех пор Безос говорит о том, что все нововведения должны вами восприниматься критически. И неважно, что вы думаете по этому поводу, если есть возможность спросить у вашей целевой аудитории, у потенциальных клиентов, а еще лучше у тех людей, которые уже один раз заплатили вам деньги, обязательно спросите и делайте выводы только на основе объективных данных, а не собственных ощущений. То есть в 1995 году, если там спросить у окружающих тебя людей, а стоит ли делать интернет-магазин бушной литературы, я думаю, что многие сказали бы, что нет, не надо. Или когда Безос вводил отзывы на сайте и говорил, что это очень важно для того, чтобы люди принимали решение о покупке, то все, кто его окружали, тоже говорили, это бесполезные функции, раньше их не было, и люди без этого покупают, значит сейчас не надо. И Безос еще очень хорошо, потому что в случае с электронной коммерцией поведение клиента, оно легко анализируется и прогнозируется. И именно поэтому, если это легко делать, то вот основная идея Безоса в том, что восприятие любых идей и нововведений, оно должно быть критическим, и ваше мнение не должно подменять мнение тех людей, которые принесут вам деньги и захотят что-то у вас купить. При этом все, несмотря на то, что было потрачено 300 тысяч в 1994 году на запуск интернет-сайта, Безос всегда исповедовал бережливость. Многие участники рынка отмечают, что политика компании Amazon, она характеризуется чрезмерной бережливостью, то есть таким даже некоторым скупер-дяйством. Там сотрудники сами платят за парковку, они сами оплачивают себе питание, покупают авиабилеты. Вообще Безос, он полная противоположность магическому обаянию Джобса или Элона Маска, но при этом все отмечают, что он очень жесткий, методичный и такой расчетливый бизнесмен. Амазон в сезон часто нанимает временный штат, чтобы обеспечить качественный сервис потребителям. И можете себе представить, что такое для корпоративной культуры нанимать людей в сезон, отработать с ними там несколько месяцев, а после этого их увольнять. Стараются обычно американские корпорации переводить на какие-то другие должности, как-то интегрировать в бизнес. Безос без сожаления вообще увольняет сразу, как только они нуждаются в рабочей силе, он тут же увольняет ее, при условии, что это дешевая неквалифицированная рабочая сила. И благодаря вот этим строгим рамкам с одной стороны поддерживается аккуратность и дисциплина, а с другой стороны не тратятся лишние деньги, и все очень четко распланировано, как говорится, копеечка к копеечке. Вместе с тем, несмотря на то, что корпорация огромная, и подразделений там просто бесчетное количество, и последние годы Безос скупает еще дополнительные стартапы, проекты в смежных нишах, и вообще абсолютно в параллельных каких-то вселенных, там он Вашингтон Пост купил целиком и полностью, у него куча изданий, он Blue Origin, сейчас компанию, которая в космос собирается полететь и развивает, ну то есть огромное количество разных всяких направлений, он исповедует правило двух пицц. Оно звучит следующим образом. Команда должна состоять из такого количества человек, чтобы ее можно было накормить двумя пиццами. Ну то есть по сути это группа до 10 человек. И в общем-то это не просто там тезис или лозунг. В Амазоне персонал, как правило, разделен на самостоятельные группы до 10 человек, и вот особенно то, что касается разработки, их задача улучшать сервисы, чтобы покупки Амазон стали еще проще, еще удобней. Между коллективами получается, за счет того, что их большое количество, между ними присутствует жесткая конкуренция за ресурсы и за то, чтобы показать результат. И вместе с тем они очень легко управляются, очень понятная иерархия, и в общем-то линейные менеджеры могут дотянуться до каждого сотрудника. Это не то же самое, что ты там руководитель, а у тебя 50-60 человек в подчинении, ты не всегда знаешь, кого сегодня уволили, а кто вышел на работу, кто заболел, и кого надо набирать. То есть до 10 человек, малые группы, они мобильные, и они способны, по мнению Безоса, генерировать инновационные идеи. Это вот очень крутая штука, если у вас есть большое количество сотрудников, или вы там планируете нанимать, то планируйте архитектуру таким образом компании, чтобы вы могли дробить группы на вот эти вот две пиццы до 10 человек. Если вы хоть раз были на сайте Amazon или читали что-то про Amazon, то наверняка знаете, что это один из самых удобных сайтов для электронной коммерции, и большое количество проектов в интернете, когда начинают там развивать свои сайты, они одним глазом, а сейчас я уже думаю не одним глазом, поглядывают на Amazon. В том смысле, как там устроена навигация, какие там есть разделы, с какой скоростью загружаются страницы, как формируются лендинги, и так далее, и так далее, и так далее. И все это начиналось с одного факта. У Amazon всегда были очень крутые картинки, то есть с первой секунды на любом товаре, когда ты загружаешь страницу, ты сразу взглядом цепляешься за большую, красивую, сочную картинку. Тем интересней следующий четвертый факт. Безос исповедует принцип текст вместо картины. То есть в современных компаниях, в общем-то, все какие-то инновации, новые идеи, отчеты и все такое, оно происходит в формате презентации с наглядными графиками и фотоматериалами. Безос не признает визуального отображения информации, когда в этом нужно разбираться. Сотрудники должны по каждому из вопросов, которые они презентуют Безосу, они предоставляют ему отчет где-то примерно на 5-6 страниц текста, который он, как правило, читает в тишине, отложив все свои дела. По его мнению, получается, что написанные идеи лучше воспринимаются, а во время чтения можно гораздо лучше осмыслить информацию, чем во время просматривания картинок. Это очень прикольно коррелирует с тем, что сейчас весь мир для того, чтобы продавать, переходит в формат картинок или в формат видео, и все уходят от текста, и картинка гораздо более сочная. Ну, в общем, мы с вами об этом говорили не один раз. А в противоположность этому, для того, чтобы понимать, вам нужно читать текст. То есть для того, чтобы купить, вам нужно испытать эмоции, увидеть картинку, а для того, чтобы понять, что произошло, вам нужно разобраться в этом. А разобраться поможет текст. Именно поэтому, несмотря на то, что на Амазоне все очень красивые, большие картинки, вся важная информация Безосу подается только в виде текста. Да, это Соединенные Штаты, да, это длинные деньги, и они могут себе это позволить. Убытки ради будущего, и инновации это всегда затратно. Когда вы внедряете непонятные на момент внедрения для пользователей функции, такие там, как отзывы, то, что сейчас вам кажется вообще абсолютно очевидным, а тогда, ну, как бы жили без этого, и еще проживем такой, знаете, классический голубой океан, когда вокруг покупателей много, но они еще не осознали, что им это надо. Так вот, в каждый раз, когда вы внедряете такие инновации, вы будете терпеть финансовые потери. И Безос говорит, что это не просто оправдано, а это необходимо, потому что инновации, это всегда затратно, и если вы задумываетесь о долгосрочных перспективах и готовы к кратковременным трудностям, то тогда только по такому пути и идите. Потому что для создания универсального интернет-магазина нужны инвестиции, и вложенные сейчас деньги в инновации позволят зарабатывать больше в будущем, это абсолютно точно. И поэтому то, что вам кажется убытком, оно на самом деле обернется инвестицией. Вместе с этим у вас должна быть одна большая мечта. Вы не будете вставать в 6 утра и ложиться за полночь каждый день, 7 дней в неделю, оставаясь при этом в нормальном эмоциональном состоянии, только ради того, чтобы заработать денег. Мечта Безоса, например, это компания Blue Origin, про которую мы уже сегодня говорили. Это программа по освоению космоса. Ее задача заключается в том, чтобы разработать технологии, позволяющие снизить расходы на межпланетные путешествия. Мы знаем, что несколько крупных бизнесменов уже обратили свой взор в сторону космоса и, в общем-то, развивают это направление. Ну вот Безос один из них. Все только потому, что с самого детства он мечтал стать богатым по одной причине, чтобы полететь в космос. Прошло очень много времени, он не изменил детской мечте, и он стал самым богатым человеком в мире. Помогло ему в этом поощрение инноваций. Поощрение инноваций в том смысле, что с одной стороны, как мы говорили на пятом факте, вы должны готовы быть потерпеть убытки или называть их инвестициями ради будущего, а с другой стороны, то есть ваши затраты, а с другой стороны, не покупайте чужие стартапы и не инвестируйте в то, что находится за пределами вашей компетенции. Амазону, конечно, помогло то, что он в конце 90-х, он скупал эти стартапы, и, в общем-то, они практически все прогорели, когда был крах этих даткомов, большое количество в Соединенных Штатах, это начало 2000-х, большое количество стартапов просто прогорело. Амазон получил бесценный опыт, но вы можете этот опыт такой ценой не получать, а просто послушаться Безоса и услышать, что собственные разработки по сравнению с покупкой готовых стартапов всегда будут выигрывать. Последнее время Амазон работает исключительно над собственными изобретениями, Безос все так же поощряет инновации и смелые идеи, но это все происходит внутри компании. Проекты часто запускаются без какого-то там фундаментального анализа, они тестируются на живых людях, и, с одной стороны, это отличная возможность не упустить нужный момент, вовремя все сделать, а с другой стороны, это полное погружение, и вот это поощрение инноваций как раз помогло сделать то, о чем мы поговорим еще через один слайд. Развивайтесь непрерывно. После того, как Амазон стал полноценным книжным интернет-магазином, Безос стал продавать другие товары, и один из первых запустил Marketplace. Marketplace это такой формат продажи в интернете, когда вы на сайт пускаете сторонних пользователей и позволяете им продавать свои товары, получая небольшую комиссию, вы шипите все, то есть доставляете все товары, которые продаются у вас, отвечаете за качество, но при этом наполняете магазин не вы, а десятки, сотни, тысяч продавцов по всему миру. Это вообще Marketplace это тренд последних лет в Украине, в России большое количество магазинов ранее существовавших переходит на модель Marketplace, открывает возможности торговать на своей площадке всем людям, у кого есть какие-то товары комплиментарные этому магазину, а Bezos сделал это гораздо раньше и оценил силу Marketplace, показал взрывной рост Amazon и начал на этом зарабатывать. Кроме Amazon и его формата в Marketplace, они запускают постоянно дополнительные услуги, например, облачное хранилище, про которое мало кто знает, приносят достаточное количество денег, им пользуются правительства США, NASA, CRU, для того, чтобы хранить свои данные и в этом смысле делают Bezos еще более влиятельным человеком. Так вот, чтобы обеспечивать вот это самое непрерывное развитие и поощрять инновации, вы должны кооперироваться с другими людьми. Вот первое поколение устройств, написано на этом слайде, было распродано в течение шести часов с момента поступления в продажу, даже в течение пяти с половиной часов. Как вы думаете, каких устройств, которые продавались на Амазоне, было распродано в течение пяти с половиной часов все поколение? То есть, не партия одна какая-то, а просто сделали... В общем, напишите в комментариях, если вдруг знаете, а если не знаете, то это был Kindle. Да-да, вот та самая читалка, к которой все так привыкли и которая была создана внутри компании Amazon. Безос просто заметил, что все больше электронных книг покупается, они тогда продавались там в формате PDF и читались еще на, собственно, десктопах, а он подумал, что обязательно нужно будет какое-то специализированное устройство, которое позволит удобно читать книги. И они создали дочернюю компанию, которая занимается разработкой, кстати, и по сей день всяких, вот как они их называют, высокоинтегрированных в жизнь пользователей устройств. Там умная колонка, голосовой ассистент, вот эта вот компания, она же делала и ПО, и, в общем-то, форм-фактор Kindle. Так вот, насколько кооперация всегда бывает успешной, ну не всегда, а в общем-то, в большинстве случаев бывают успешной, чтобы первое поколение этих устройств было распродано в течение шести часов с момента поступления в продажу, а следующее появилось на полках Амазона только через полгода. Ну и десятый факт, который, в общем-то, вынесен в название книги The Everything Store продается все, или все есть магазин. Джефф говорит, что нет ничего сложного в том, чтобы создать универсальный интернет-магазин, в котором будет продаваться абсолютно все. В его планах автопарк, автопроизводство, продуктовые бизнесы, он активно инвестирует в развитие IT-стартапов, они открыли первый магазин без без обслуживающего персонала, где все автоматически, даже на кассах нет кассиров, все, приходите, сканите, платите, выходите. Вот. При этом всем Безос говорит, что все его главные инновации еще впереди. Такими были 10 быстрых фактов из книги Безос и Эра Амазон. Те, кто слушает подкаст первый раз, наверняка не знает, что после 10 фактов у нас следуют три задачи из книги, и всегда эти задачи записываются в букнот, блокнот для осознанного чтения. Вы его можете видеть сейчас на фотографиях на этом слайде. Это такой блокнот, который мы придумали, сделали и продаем в читай быстро, ну или раздаем на всяких там гивэвэях. Его суть в том, что страницы удобно размечены для того, чтобы вы могли записывать из какой-то определенной книги, во-первых, выписали, что это за книга, к какому жанру она относится, и могли выписывать основные идеи, а потом из этих идей формировать задачи. Мы исповедуем принцип, что книга может быть полезной только тогда, когда она повлекла за собой какое-то практическое действие. Одно вроде бы мало, пять вроде бы много. Три задачи, которые нужно пойти и закрыть после прочтения каждой книги, это как раз тот необходимый медиум, который позволит вам извлекать максимальную пользу из каждой прочитанной книги. Плюс в этом букноте на каждой странице внизу есть советы по скорочтению, они все время разные, так вы сможете чуть-чуть подувеличить скорость собственного чтения, стать чуть более конкурентно способным. Букнот прячется в теплый чехол, никто никогда не узнает, что вы там написали внутри, и для того, чтобы вам было удобно писать в любой момент, к чехлу крепятся еще два карандаша. Так вот, если у вас нет букнота, вы, кстати, можете делать это где угодно, в тетради, на листике или в телефоне. Мои три основные задачи из этой книги, ну, конечно, маркетплейсы, два подчеркивания, восклицательный знак, регулярно пробовать найти нишу в Голубом океане, в которой маркетплейс был бы востребован, обрисовать концепцию и архитектуру. Регулярно не потому, что это задача практическая, чтобы взять и придумать маркетплейс, а просто, как говорится, держать нос по ветру и смотреть, какие новые ниши появляются, в которых нет еще маркетплейса, нет площадки, которая объединяла бы большое количество продавцов и давала бы возможность покупателям выбирать из большого количества товаров. И если вдруг окажется, что в какой-то момент все-таки эта ниша нашлась, то быть в тонусе и попробовать как-то ее занять. Вторая задача, команды всегда разбиваются на две пиццы, то есть каждый человек, будь он руководителем среднего звена, работником или руководителем высшего звена, он эффективно может работать с семью-девятью людьми. Ну, то есть до десяти человек он может держать в фокусе. Все, что больше, это должно уже разбиваться на подгруппы, и у них должны быть свои кураторы. И третья задача, от любой прибыли десять процентов фонд экспериментов и инноваций. Не жалеть ни о чем, постоянно двигаться вперед и тратя деньги на инновации, помнить, что это не убытки, а инвестиции. Такой была достаточно быстрая книга Брэда Стоуна Джефф Безос и Р. Амазон. Это был проект читайбыстро буква.инфо. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, ставьте колокольчик, жмите на палец в колокольчик, на комментарии обязательно подпишитесь, пишите комментарии, лайкайте комментарии, в общем, все то, зачем вы всегда приходите на YouTube. Если захотите проверить скорость чтения, скорость и осознанность своего чтения, то можете перейти по ссылке буква.инфо.рапид, там читайте текст, отвечайте на вопросы и в конце получаете сертификат с вашей скоростью и осознанностью чтения. На этом же сайте буква.инфо.рапид есть, в общем-то, наш блог, в котором можно почитать про блокнот для осознанного чтения, можно почитать про наши рабочие тетради, послушать еще обзоров или просто каких-то полезностей про беглое чтение, память и развитие этого всего. Буква.инфо, инстаграм, там мы иногда выкладываем фотографии с процесса записи обзоров, иногда разыгрываем букноты книги, иногда просто обмениваемся красивыми фоточками и лайками. Увидимся через неделю, будет какая-нибудь хорошая книга и будет бокал хорошего красного вина. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего дня. Пока.